Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без стрела не бывает победы на фронтах. Ну и 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды Великой Отечественной войны. Так что вот тыл, фронт, все сплелось, и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Со времен Великой Отечественной войны у Николая Ивановича осталась только одна фотография. Ее он прислал родителям и брату в 1944 году. Все самое важное о тех днях, а по меркам современности уже бесценное, осталось у нашего героя в голове. Как начиналась война, как люди шли навстречу с врагом, атмосферу и настроение. Николай Иванович все помнит, как сейчас. Когда началась война, люди совершали чудеса героизма. Не страну защищали, даже не Ленина и не Сталина. Защищали свои семьи, своих матерей, детей, свой домашний очаг. И поэтому не надо, так сказать, удивляться вот этому героизму. Так как вот, например, зверь защищает свою берлогу, птица, свое гнездо. Николай Зайцев был призван в ряды вооруженных сил в сентябре 1942 года. После окончания школы связи служил телеграфистом в 127-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе Тихоокеанского флота. Прикрывали с воздуха Владивосток и аэродром Киевичи. Первый год службы был сравнительно спокойным. А вот когда советская армия пошла в наступление, японцы, союзники фашистов, все чаще стали устраивать провокации. Проводили воздушную разведку. И вот за ночь-то мало, когда один раз, а то два, а то и три раза. Самолет взлетает, солдаты, а у нас там и солдаты, и матросы служили. Солдаты и матросы на орудии иногда не успевали одеть штаны. Вот до какой степени. И стрельба. А нам передают, ни в коем случае не сбивать. Вести только заградительный огонь. Ну вот, не сбивать не сбивали, но вот так вот напрыгаешься за ночь до зимой. 8 августа 1945 года Николай Зайцев получил радиограмму о том, что советские части вступили в сражение с японцами. Два эшелона отправили в Северную Корею, чтобы выбить японских империалистов оттуда и освободить трудовой корейский народ. Батарея Николая Зайцева просто чудом опоздала на верную гибель. Задержались в дороге. Мы пришли в сессию на рассвете. Прошло уже два дня. Так вы представляете себе, по берегу, которые там были, корабли, они были все потоплены. Видимо гражданские, все проще, только мачты торчали на поверхности. И масса наших бойцов всплыли, как по полоске. Сейчас Николаю Ивановичу 92 года. Трудился в прокуратуре. С супругой Софьей Павловной они прожили вместе 65 лет. Ссоры и скандалы миновали их семью. Говорят, некогда было вздорить. Работали много. А сейчас вот время от времени то не туда положил, то не туда поставил, то еще что-нибудь. Так нормально. И вообще семьи беречь надо. Беречь семьи и мирное время, в котором все мы живем сегодня. Вот совет от супругов Зайцевых молодому поколению. Жить честно и по совести, чтобы в старости можно было спокойно посвятить себя воспитанию внуков и непоседливого кота Фунтика. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.